...священников, почему черные, а не белые? И вообще разные рясы одеваем тоже. Дело не в том, что какие рясы. Просто традиционные как бы уже. Не знаю, что одеть, как говорят, один черный. Один черный. Вот, значит, там другие вопросы. По поводу лютера. Согласны ли с лютером богатство-то хорошо? Ну, я не думал, что лютер говорил, что богатство-то хорошо. Значит, значит... Не, вообще, богатство-то хорошо, конечно, безусловно, 100%. Нищета – это плохо. Значит, это, думаю, ну, как бы, простите, ну, дураку ясно. Ну, да. Значит, да, значит, просто когда человек, он действительно... Вот, как было сказано выше, да, если вы слышали внимательно все, то, значит, принимая Христа, жертву Христа... Я принял жертву Христа. Жертва Христа – кровь Иисуса Христа. Тело Его ломимо было за меня. Кровь была пролита. И я спасен, совершенно спасен. Я исцелен, освобожден, обогащен, благоставлен. Все благоставения Аврамовы... Ну, конечно же, Аврам не был нищим. Он не был бомжом, знаете ли, он был... Ну, в плохом смысле слова, знаете ли. Он был, да, хотя он скитался везде, да, значит, но он не был нищим. Или, как сейчас говорят, нищим ротом, или как-то еще там, вот такие выражения есть. Но он был благоставленным, значит, и материальным. Я знаю, что даже если сейчас, допустим, симптом болезни, да, или там нехватка сейчас финансов, то я говорю, нет, я ранами Иисуса Христа, я исцелен ранами Иисуса Христа, телом на Его ломимом. Я благоставлен во всех сферах моей жизни. Скажи, бидный. Скажи, бидный, я богат. Я богатый. Колы скажи. Колы еще бидный. Колы еще бидный. Легу, мне это понравилось. И богатство самое. Да, да, да. Слово Бога. Но здесь, опять-таки, тоже нужно все понимать. Это евангельский, библейский, это же не по щучьему велению, знаете ли, значит. Вот, это действительно, как бы, значит, как вот один проповедник говорил, вопрос ему задали, значит, проповеднику какому-то. Значит, а приносит ли подкова удачу? Он говорит, приносит, говорит, вообще-то. Как? А вот так, если подкуешь подкову и будешь пахать, как лошадь. Она приносит удачу. Да, да, да. Вот, как бы. Вот, и бог благоставляет, действительно, бог благоставляет. И когда человек рождается свыше, когда человек, он спасается, принимает жертву Христа, знаете ли, он меняется. Человек меняется, действительно, и от отоджения, вот это с Христом, отождествление по-русски, да, с Христом. Оно производит такое действие, что человек начинает работать добросовестно. Все, что они делают, он как для Господа делает. И это, безусловно, отмечается всеми людьми. И верующими, и неверующими, и начальством тоже, значит. И человек добросовестно трудящийся, он не останется без, знаете ли, достатка, там. Бог благоставляет. Вы знаете ли, как в советское время, помните, было, кто помнит, значит, там, баптистам, как завидовали. Вот, у них там и крыши покрыты, и заборы новые, значит, там, и, значит, там, и хаты, значит, белые, значит, там, и все, там, и птица на дворе, значит, значит, и все. И машины у них, там, у всех, значит, там, как живут баптисты, а так человек не пьет, работящий, работает, он шесть дней именно работает, именно, действительно, да. Значит, потом раз в неделю все в церкви, вот, как бы, большие семьи, вот, как бы, Бог благоставляет, знаете ли, вот так вот. Вот, значит, и никогда не было такого, чтобы человек был праведный, значит, принявший праведность Христа, и чтобы он был с протянутой рукой, знаете ли, такого не бывает просто-напросто. Я не бачил праведника сдавленным, и детей его просвящими хлеба. Да, аминь, аминь, есть обетование Божье, вот, и Бог благоставляет, действительно благоставляет, вот, значит, и пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, мы уже даже больше часа вот в эфире, вот, все это видео будет в эфире, в записи, значит, на Ютубе, поэтому сможете все пересмотреть еще раз, рекомендую сначала все-таки, потому что кто-то подключался попозже уже. Вот, значит, посмотрите сначала, очень важно, и читайте Слово Божье, вникайте в Слово Божье, размышляйте, пережевывайте, вот, как вот на проповеди я вчера говорил тоже, значит, что, как вот чистые животные, чем отличаются, но пережевывают, как жвачку-то, вот, то есть, размышляйте, размышляйте над Словом Божьим, ложитесь, размышляйте, встаете утром, размышляйте над Словом Божьим, и это размышление благословение великое производит в человеке, огромнейшее благословение, провозглашайте это Слово Божье, что ранами Иисуса Христа, телом Иисуса Христа, ломимым за меня на кресте Голговском, ранами Христа, я спасен, я исцелен, я освобожден, я благословлен во всех сферах жизни, через кровь Иисуса Христа. Нет никакого осуждения мне, потому что я во Христе Иисусе, я новое творение во Христе Иисусе, никакого нет осуждения, враг поражен, слава Богу. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, братья и сестры, во имя Господня благословляю вас, благословением священников благословляю вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены. Аминь. Благословляю всех вас и до встречи и на земле, и на небесах, и вот в эфирах вот этих вот прямых. Вот сегодня мы были вместе, вдвоем я, Сергей Журавлев, архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя, ваш покорный слуга. Значит, и наш благочинный священник, протерей Алексей Прошак. Отец Алексей проводит здесь в Киеве регулярное богослужение. Значит, эти воскресные дни я тоже был здесь. Вот в это воскресенье, и во все воскресные дни проходят богослужения с 9 утра возле станции метро Кловская. Тоже себе запишите, сохраните это. Будете в Киеве, или вы в гостях, или проездами, или, может быть, вы живете в Киеве. Значит, и думаете, куда же мне пойти в воскресенье в церковь. Вот, есть куда. Есть много церквей, много служений вообще. Огромное количество, слава Богу. Это великое благословение. Здесь над с хылами Днепра луная песня по всяк часа. Иисусу слава, Иисусу слава, Иисусу слава. И станция метро Кловская, запишите себе, улица Леонида Первомайского 6. Это прямо возле метро Кловская, это центр города. Станция метро Кловская, улица Первомайского 6. Это предприятие общества слепых, арендуемое помещение. Пока нет своего помещения у нас. Молитесь тоже об этом, друзья. И также, да, вход через проходную, это предприятие. И лифтом поднимайтесь на четвертый этаж. И попадайте сразу в собрание. Вот так вот. Да, и телефон, значит, номер телефона. Вот, отца Алексея номер телефона запишите обязательно тоже для связи. Здесь, в Киеве, это 067-323-3121. Да. Да, это Киевстаровский номер тоже. 067-323-3121. Да. Вот, и мой, напоминаю, тоже в конце, вот программу уже в начале говорил, теперь в конце программы тоже мой номер. Тоже Киевстаровский номер, который я использую и как карточку, будем так говорить. Пользуюсь услугой Киевстар, через новую почту получаю пожертвование на служение Господу. Значит, это 096-96-266-75. Еще раз повторяю, 096-96-266-75. Вот, этот номер, значит, он и номер прямых эфиров. СМС-сообщение получаю, значит, лучше, наверное, СМС-сообщение, потому что я не могу всегда быть на связи, значит, но я даю этот номер теперь вот им пользуюсь вот так вот, таким образом. Вот, значит, и, да, пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья. Боже благословений. Боже благословений. Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу, слава Богу, да. Так, благословляю.